12 апреля в космос полетел первый космонавт Юрий Гагарин. А спустя 6 лет после знакового для всего мира события в Мурманске открылся детский сад номер 32, которому в этом году исполнится 50 лет. Сложно сказать, стал ли хоть один его выпускник покорителям космоса, но что точно известно, образовательное учреждение воспитало более 10 тысяч малышей, которые выросли и сегодня занимаются самой разной работой. Фасад Мурманского детского сада номер 32 сегодня украшен разноцветными воздушными шарами. Его воспитанники отмечают полувековой юбилей образовательного учреждения. Но праздник получился камерным. В маленьком зале собрались родители и преподаватели. В роли артистов дети, которые к такому событию готовились особенно. Учили песни, стихи, готовили танцевальные номера. Посмотрите, сколько цвета, тут рыбок и людей, тут, конечно, нет цвета. У каждого дошкольного образовательного учреждения есть своя специфика работы. Судя по тому, как в спектакль вовлечены педагоги, которые нисколько не стесняются вместе с детьми участвовать в действии, здесь делают ставку на эстетическое и спортивное развитие своих воспитанников. Мы углубленно занимаемся оздоровлением деток. Мы даем кислородный коктейль, мы ходим на лыжах, мы делаем массаж в детском саду деткам. Вот оздоровление, физкультура, здоровье. Главный наш принцип – здоровье ребенок. За 50 лет работы стены детского сада покинули более 10 тысяч выпускников. Это учитывая, как говорят специалисты, спад рождаемости, который пришелся на 90-е годы. Многие из воспитателей, сегодня занимающихся с ребятами, становились лауреатами профессиональных конкурсов и плохого точно не научат. Мне хотелось сказать о том, что этот садик уникальный. 70% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Это очень высокий показатель и подчеркивает высококвалифицированный состав педагогов. В прошлом году в детском садике сделали ремонт, благодаря которому на месте спортзала открыли дополнительную ясельную группу. Причем строительные материалы выбирали сами педагоги, не жалея силы времени в специализированных магазинах. Наверное, поэтому новые группы получились такими домашними. Впрочем, есть одно отличие – столько игрушек своему ребенку способен купить не каждый родитель.